Благоустройство внутриквартальных территорий города в рамках программы «Инициативное бюджетирование» продолжается. Напомним, сбор предложений горожан по организации парковочных карманов, тротуаров и пешеходных дорожек в дворах прошел еще в начале года. В марте были определены проекты победителей, после чего специалисты приступили к работам по благоустройству. На днях новых тротуаров дождались жители Арджинкидзовского района. Подробнее о том, как преображаются городские дворы, расскажем в нашем сюжете. Ровный, качественно выполненный долгожданный новый тротуар в дворе дома 49-1 по улице Труда появился несколько дней назад. Местные жители этому рады несказанно говорят, ранее он был в удручающем состоянии. Он был весь разрушен. Разрушен почему? Вот здесь в этом доме продуктовый магазин. И едут грузовики, конечно. Просили люди нашего квартала, сделали добротно. О новом тротуаре люди мечтали давно. А в начале прошлого года, узнав о том, что стартовала программа «Инициативное бюджетирование», решили действовать. Группа активистов выдвинула предложение на общем собрании, жильцы двора его поддержали и направили запрос в городскую администрацию. В итоге проект вошел в список одобренных конкурсной комиссией. В нашем случае жители предпочли сделать тротуар. На территории микрорайона расположены две школы, четыре садика, очень много детей, естественно, безопасность, приоритетное направление. Работы были выполнены в течение полутора-двух недель. По подобному сценарию на днях было закончено благоустройство тротуара еще в одном городском дворе у детских садов под номерами 9 и 49. Всего же в Арджинькизовском районе конкурсный отбор прошли 25 территорий. В данный момент проводятся мероприятия по строительству 29 парковочных карманов и 10 тротуаров. В процессе рассмотрения конкурсная комиссия учитывает много разных критериев, в том числе хват населения и желание жителей принять трудовое либо финансовое участие в проекте. Также многие другие критерии. С ними можно ознакомиться на официальном сайте администрации. Там есть целый раздел, посвященный инициативному бюджетированию. Можно ознакомиться со всей нормативной базой. Также можно посмотреть, какие заявки реализуются в этом году. Напомним, проект инициативного бюджетирования был разработан в текущем году и сразу нашел отклик у горожан. Ведь благодаря ему жителям города представилась возможность влиять на распределение бюджетных средств и решать вопросы местного значения. В 2021-м магнитогорцы путем голосования определили 39 объектов, где в этом году будет выполнено благоустройство. Кстати, изначально в бюджете Челябинской области на реализацию инициативных проектов граждан были предусмотрены средства в размере 750 миллионов рублей. Но программа оказалась настолько востребованной, что губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял решение в следующем году увеличить финансирование в два раза. Магнитогорцы этому рады, предложение у них зреет масса. К примеру, в том же дворе по улице Труда, говорят жители, неплохо было бы благоустроить сквер школьный и установить здесь скамейки. А также необходимо обратить внимание на хоккейную коробку, которая сейчас не используется по назначению из-за трещин в асфальте. Зимой тут проблематично залить ледовый каток. Ну не получается каток залить, хотя бы сделайте летнюю площадку. Просто засыпать гравием, поставить катебросы, какие-то, может быть, баскетбольные эти сетки. Ну какие-то игры. Не очень дорогие, но чтобы ребятишке, детям, мукам было где поиграть. Запланированные на этот год работы по строительству и ремонту общественных территорий закончатся до конца октября. Сама же программа инициативное бюджетирование не имеет точных сроков действия. Она будет работать, пока приносит реальную помощь людям. Евгения Солхудинова, Александр Моргунов, телекомпания ТВИН.